Практически ежедневно в ОМВД по Магаданской области обращаются люди с жалобами о том, что они стали жертвами мошенников на популярных интернет-сайтах. Преступная схема уже давно отработана. В сети злоумышленники дают объявление о продаже товара по низкой цене. У предполагаемого покупателя просят предоплату или залог. После получения денег перестают выходить на связь. В других случаях, наоборот, звонят тому, кто продает какую-нибудь вещь. В ходе разговора выведывают данные банковских карт и коды доступа к онлайн-системе банка. Позже похищают деньги. В начале февраля житель Магадана разместил на сервисе бесплатных объявлений информацию о продаже телефона. Ему позвонил потенциальный покупатель и под предлогом перевода аванса, введя в заблуждение, выяснил сведения о его банковской карте и необходимый пароль. В результате чего злоумышленник подключился к онлайн-кабинету на сайте банковской организации, через который похитил со счета около 500 тысяч рублей. Не уменьшается и число телефонных мошенничеств. Под разными предлогами злоумышленники узнают у колымчан персональные данные для снятия их денежных средств. В разговорах представляются сотрудниками банков, торговых компаний, предлагающих забрать выигрыш, работникам фирмы, проводящие соцопрос или близким родственникам, попавшим в беду. Представляются вплоть до того, что даже сыном, и особенно женщины пожилого возраста очень реагируют эмоционально, и что как это сбил человека, а человек сейчас прям требует 70 тысяч, иначе он напишет заявление в полицию, а я пьяный, меня обязательно осудят. Вот называют счет, на который необходимо перевести деньги, и люди переводят. В очередной раз полицейские призывают жителей города и области не поддаваться на уловки преступников, ни в коем случае не сообщать неизвестным реквизиты своих банковских карт и не переводить им деньги. Анна Корнетова, Игорь Ряченко. Итоги недели.